Машина Janame Memorycraft 5200. Это у нее жесткий чехол, в который можно вставлять там разные аксессуары и паспорт. Данная машина может шить как с педалью, так и без педали. Это у нас такая неплохая крепкая педаль. Аксессуаров у нее много, лапок разных много. Это шнур, который у нас вставляется в саму машину, которая подключается к розетке. Это у нас разные держатели такой пластиковой штуки, на которой изображены операции всего данной машины. Это 520 количество операций у данной машины. Лапка для штопки, лапка для подборота, лапка для пуговицы пришивания, иголки двойные, лапка как оверлочная, так как типа распрошивальная. В общем, большой ассортимент лапок и шпулек немало. На каждой лапке изображены буквы. И когда мы меняем операцию, то сама машина будет нам подсказывать, какую лапку в данный момент, конечно, нужно использовать. Подключим машину к розетке и потихонечку начнем работать. Такие маленькие простые операции, как прямую строчку зигзаг, мы показывать не будем, потому что по операциям, которые мы сейчас будем выбирать, также вы используете и другие операции, как прямую строчку зигзаг, эти банальные простые операции. В данном месте эта машинка имеет двойную, так сказать, шкатулку, которую сверху мы ставим лапки, которые у нас есть все под каждый размер. А внизу у нас лапка для петли автоматической. Здесь у нас мы опускаем зубцы, чтобы, если мы хотим, сделать штопку, допустим, зубцы нам не будут нужны. Здесь мы регулируем свет. При сильном увеличении, то почему-то вообще экран слишком яркий и вообще ничего не видно. И тушится иногда вообще ничего не видно, тоже темная сторона. Здесь, смотрите, у машинки есть два вида света. Вот здесь она светит и также где мы шьем светит. Это очень удобно. Также регулировка скорости. Черепашка и зайчик. Данная пластиковая штука, на которой изображены и буквы, разные цифры, операции, которые делает данная машина. Здесь мы ее устанавливаем и, чтобы нам было понятно, чтобы держать в руках не нужно было, вот так ее устанавливаем и уже выбираем ту операцию, которая нам нужна. Очень много операций, очень много декоративных строчек, которые, допустим, я вообще вижу впервые. Это вот, смотрите, домик с деревом, вертолетик, маленькая яхточка такая, вот кораблик. Так, что тут еще есть? Машинка, яблочко, вишенки такие. Очень много. Вот барашка первая. Но мы заострим свое внимание на 82-й операции. Это у нас вертолетик. И будем ее делать. Посмотрите внимательно, она находится на мод 2. Делаем мод 2. И под операцией 82, она также выбиваем 82. Данная операция у нас получится и уже можно стартовать. То, что размер она длиной и шириной шаг делает сама, поэтому автоматически, поэтому не нужно нам регулировать ее. Сейчас будем заправлять шпульку. Наматываем нитку на шпульку несколько раз, чтобы она закрепилась. Переключаем направо и на экранчик мы увидим, что у нас будет сейчас намотка шпульки. Намотали сколько нам нужно, вытащили. И у этой машинки есть обрезка сбоку. Очень удобная штука, потому что я ни в одной машинке еще не встречал. Вставляем внутрь, справа налево вдеваем нитку, но не вставляем пластиковую штуку сверху, так как когда мы заправим полностью, тогда эта штука пластиковая можно уже вставлять, чтобы нитка не застревала. И легко вышла наверх, сквозь пластину. Поднимаем иглу в верхнее положение, самое максимальное. Нити-вдеватель очень удобно, он сразу не выскакивает, поэтому пока мы не вденем, он не уходит. И потихонечку тянем наверх. Нитку с правой стороны, которая в правой руке у меня была, потихонечку расслабляем. И она потом вденется нити-вдевателем в иглу. Данная штука, это у нас позиционер иглы. Мы один раз нажали, игла вошла внутрь в пластину. Второй раз нажали, она выходит и вытаскивает нижнюю нитку наверх. Так как мы делаем эту вертолетик-операцию, на ней изображено, что ламку нам нужно использовать вот эту вот. Ну нет, это А, родная, которая обычная. Для прямой точки, для зигзага. Вот у нас F, и вы на экранчике сейчас увидите, что для операции вертолетик нужна лапка F. Ну, раз сказано, будем делать. Звук оригинальный, и шитье, скорость тоже оригинальная, и без увеличения, и без шумоподавления. Декоративная строчка реально очень красивая. Это где-то шириной где-то сантиметр 12 миллиметров, высота где-то около 8 миллиметров. Сзади смотрится тоже неплохо, никаких петель нету, все нормально. Данная кнопка это делает зеркальную операцию. Допустим, она у нас с левой стороны находилась. Мы нажимаем эту кнопку, и она на правую сторону перетаскивается. Это у нас шов двойной иглой. Допустим, данная операция нельзя шить двойной иглой, поэтому она не пускает нас шить, чтобы мы не сделали ошибку. Сейчас мы будем писать, так сказать, текст, целое слово. I love you. Я, I, сердечко, you. 01 это у нас сердечко. Все находится в пяти папках, так сказать. Поэтому внимательно посмотрите, как мы это все делаем. И все вы увидите. Ищем букву Y, чтобы потом начать слово U. Мод 1, если что, это у нас просто вот операции от 1 до 9. Точнее до 0, так сказать, до 10. Мод 2, это у нас там, вы увидите, в коробочке. И также мод 3, в этой пластиковой штуке. А когда букву вон там A, возле edit, A, это у нас пять папок внутри. Там сердечки, там русский алфавит, английский алфавит, английский алфавит чуть на бок. И строчный, точнее, который сейчас мы пишем. Декоративный. Кому-то нравится он, кому-то нравится. Ровные строчки, обычные. Если мы хотим сделать слово, допустим, мы вот U слово написали O. Нажимаем M. Она как бы дает нам продолжение, чтобы какую-то добавить букву. И потом как бы уже просто старт нажимаем, и она же начинает шить. I love you готово. В принципе, неплохо. Конечно, не идеально, потому что эта машинка не вышивальная. Она делает это как операции, идут у нее небольшие вышивки. Теперь сделаем артикул, точнее, два слова швейный городок, которые описывают и наш канал, и наш магазин. Посмотрите, как мы это делаем. Нажимаем букву SH, все. Нажимаем M. M это у нас продолжение, можно дальше искать. 19 это у нас V, дальше M. Потом получается E, она под 16. Также M. И продолжаем, продолжаем до того момента, когда она может остановиться. Стоит и, ну, больше нам добавлять ничего не нужно. Стоит и, ну, больше нам добавлять ничего не нужно. Стоит и, ну, больше нам нужно. Стоит и, ну, больше нам нужно. Стоит и, ну, больше нам нужно. Швейный городок готов. Сейчас мы уберем лапку, сделаем операцию другую. Так, это у нас мы будем делать петлю. Поставим петлю, посмотрите, как мы тоже делаем петлю, потому что на любых машинах, в принципе, на любых машинках, также нужно делать петлю. Вытаскиваем штуку, вытаскиваем шタку, измеряем петлю, измеряем петля, чтобы она не нужно под размер. Вставляем лапку, опускаем иглу и поднимаем иглу. Для чего это делается? Для того, чтобы нитка была под лапкой, обе нитки под лапкой были нижняя и верхняя, чтобы она нигде не застревала. Выберем операцию Положили лапку сзади данную штуку Тоже спускаем обязательно, не забываем ее до конца вниз Перед тем, как сделать петлю А не после Так, номер 18, если не ошибаюсь Да Она нам показывает так же, чтобы эту штуку опустить Вот такая петля, такой же размер Ширины и длины строчки Тоже автоматически лапка, которую мы поставили Она нам подходит Нажимаем пуск Петля у нас идеально просто сделана Ткань тоже у нас такая не капризная Но петлю она сделана идеально Даже флизелин не понадобился для данной ткани Ну а так, желательно, конечно, использовать флизелин Это у нас Закрепка была Это у нас на месте, чтобы сделано Пару шагов И данная верхняя, которая со стрелками верхней Зато у нас позиционер иглы Так, сделаем мы операцию Вот M, показывает нам лапку M Операция у нас будет, как я знаю Как я помню, оверлочная Мы ее поставим сейчас, эту лапку оверлочную тоже И будем делать данную операцию Субтитры создавал DimaTorzok Получилось очень симпатично Конечно, можно подрегулировать натяжение Потому что и верхнюю, и нижнюю нитку А так, в принципе, неплохо По краям Замена оверлока хоть небольшая есть Сделаем 12-ю операцию Теперь у нас лапка C Она, в принципе, тоже похожа на оверлочную Но операция идет немножко другая Сейчас вы увидите Субтитры создавал DimaTorzok На этой лапке так же, как и на предыдущей лапке Есть, так сказать, уголок Где его дальше переходить нельзя Данная операция тоже очень красивая Так что машинка делает очень много операций Надеемся, наш обзор был полезен И понравился вам Пишите по заказам о разных машинах нам На наш мейл, в ВК или Инстаграм Всем всего доброго и пока! Субтитры создавал DimaTorzok